У нас сегодня такой семинар, не очень длинный, где-то на полтора часа рассчитанный. Тема семинара это вот такой вот формат, Scalibble Vector Graphic, это масштабируем векторная графика. Посмотрим, насколько он, в общем-то, приемлем для использования современного веба, как это все хорошо или не очень работает. Но я представлюсь на всякий случай, меня зовут Павлов Юрий Евгеньевич, ну и мы с вами сейчас проведем незабываемые полтора часа. Это рассчитано на демонстрационный режим, поэтому вам еще записывать можно, запускать особо нечего будет. Так что, если хотите, смотрите, хотите, там что-то запускайте, в принципе, на ваше усмотрение. По поводу самого формата, видите, он расшифровывается Scalibble Vector Graphic, и я сейчас покажу спецификацию по нему. Она стандартная, и вы видите, что она есть на W3 организации, консорциум, который все стандартно разрабатывает. Здесь вы видите ссылки на все разные версии, и видите, сейчас вот последний вариант идет от 16 августа 2011 года. К сожалению, на русском языке такого файла пока нету. Там все его дружные, пока еще никто не смог найти, поэтому по спецификации есть только на английском языке для данного формата. Но на Википедии тоже можно по поводу него почитать, по поводу этого формата. На русском языке там поменьше информации, на английском опять-таки побольше. Ну, в принципе, конечно, в интернете можно найти еще очень много всего на эту тему. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас такое. Во-первых, для чего создавался SVG. Это единственный формат, который поддерживает векторные объекты, в то время как все остальные JPEG, GIF, PNG, GIF, они поддерживают только растры, то есть представление в пикселях. А SVG позволяет описывать доуверную векторную или смешанную векторно-растровую графику. И таким образом можно здесь и картинки внутрь вставлять, и векторные объекты, и все вместе использовать, как хотим. И, в принципе, конечно, такой вариант, он сразу отвечает на очень важный, например, вопрос, что произойдет при масштабировании страницы пользователям и будут ли потери. Вы увидите, что потерь не будет, если все сделано в векторном виде. Но основой является формат XML для описания такой графики. И вы увидите там нюансы этого XML, в принципе, они не очень сложные. Ну, а история формата, видите, началась сегодня в 99-м году. В 2001 году выпущена была первая версия, и через 10 лет была выпущена версия 1.1. Сейчас речь идет о разработке версии 1.2, а также 2.0, но когда они будут, никто не знает. Но, в принципе, вы видите 10 лет разницы между этими форматами. Вы помните историю HTML4, HTML5, которое там чуть больше лет прошло, там 4-й, 5-й, да? А здесь 1.0 и 1.1, 10 лет прошло. Вы знаете, наверное, это просто из-за того, что он был создан уже достаточно разумно, и все, что нужно, он обеспечивал. И только в 2011 году стало актуальным некоторые нюансы. Вот как вы думаете, что могло такое произойти в 2011 году? Появление мобильных устройств. Абсолютно верно, появление мобильных устройств. И стало необходимым обеспечить как бы тонкие варианты и, так сказать, толстые варианты. Это все выразилось в профилях, вы сейчас все это увидите. И, конечно, в общем-то, это все учли, но больше особых изменений не было, что будет в следующей версии сказать очень сложным, потому что, в принципе, хватает пока текущей. Но, к сожалению, вы видите, 10 лет, сейчас уже 15 лет как формат существует, а вот с поддержкой браузеров здесь, ну, вы сами видите, что у нас такое. Explorer начал только после 9-й версии поддерживать, то есть 9-й не поддерживает, 10-й, в принципе, уже поддерживает нормально. Ну, 9-й там, вы знаете, для более младших версий есть обходные пути, когда там программным образом, в общем-то, воссоздается картинка, но это тонкий момент. Я хотел начать, что я пишу, что и 9-й тоже, в принципе, поддерживает. Можно дать, если мы делаем на карту 3-1, где же туда заходить надо? А никуда не надо заходить. То есть его нет? Нету. Это чисто демонстрационное занятие. То есть вам ничего делать не надо. А где же эту программу вообще в интернете только можно делать? А это не программа, это язык, даже как HTML. Это язык описания. Так на нем рисовать, я просто убегаю, может рисовать не делать? На нем много чего можно делать, да. А где вообще находится, в интернете? Давайте вы сейчас немножечко дальше послушайте, хорошо? Итак, вы видите перечень браузеров. И, конечно, кто помнит, какая версия Chrome сейчас идет? 40 какая-то, как мы недавно выяснили. А здесь, видите, третья версия Chrome поддерживает. То есть у всех остальных браузеров все в шоколадном просто. А у Google Explorer все очень даже грустно. Почему так получилось, остается только догадываться. Вот, и поддерживается ли на мобильных устройствах? Отлично поддерживается. И, в принципе, здесь проблем никаких не будет с ним. Вот, это то, что... ...самбай упакован. Вопросы, по интернете, Эксплой, восьмой, там обеспечивается поддержка, но каким образом? С помощью каких-то плагинов нативных или... Да, там надо специальные хитрые способы обхода, в общем-то. Ну, мы сейчас еще увидим, как можно... Нет, ну, есть разные варианты, там как можно выкрутиться на эту тему. По-разному можно. Так, теперь. А вот перед вами сам файл SVG, что он из себя представляет. Вы видите, что идет здесь такая фраза XML, видна? Ну, это стандартное начало XML документа, вот эта строчка. Дальше, вы видите, идет оператор SVG, элемент SVG. И где здесь задается version 1.1, в данном случае идет. Ну, вы, наверное, HTML в курсе, многие, которые здесь присутствуют, что это такое, да, HTML? Так надеюсь, нет? HTML. Ну, вот это атрибут, version 1.1. Вот дальше идет base profile. Вот здесь как раз идет ссылка на полноценный профиль. То есть здесь, в этом документе ожидается поддержка всего, что только можно. Вот, то есть и устройство рассчитано, что оно должно тоже все это поддерживать. Вот, дальше задается некоторое пространство имен, специфичное для формата SVG. Вот, ну, и вы видите, еще задается размер документа, ширина, высота. Все видно? Все нормально? Вот. А при помощи base profile? Да, при помощи указания base profile мы говорим, в каком профиле у нас соответствует сам документ. Вот. А при создании самого документа мы можем выбрать тоже профиль, который будет задействован. Вот. Поэтому вот эти моменты, в общем-то, если он уже создан, здесь менять нечего. Он уже создан в соответствии с этим профилем. Вот. Дальше вы видите, идет рект. Вот как вы думаете, что это такое рект? Прямоугольник. Прямоугольник. Да. Вот этот координат x, y. Вот идет ширина, высота. Видно? Кстати, вы не поняли, что это вот этот прямоугольник? Серенький прямоугольник идет. Fill, Non, то есть пустая заливка. Stroke, Black. И толщина, контур, 5 пикселей. Вы видите, здесь задается довольно много разных свойств. Ну, они все стандартизованы для SVG. Вот. Stroke opacity. Полупрозрачность. Поэтому он выглядит не черным, а сереньким. Дальше. Дальше, вы видите, идет вот такой элемент G. Кстати, что специфично для формата SVG, это то, что здесь может быть только один корневой элемент. В данном случае это является элемент SVG. То есть не может быть еще какого-то там элемента внутри. Ну, в принципе, здесь нет куда взяться. Дальше, вы видите, все теги закрываются обязательно. И вот так вот закрывается тег, когда у него нет наполнения. Видите, вот такой слэш. Видно, да? Вот он идет. Это специфично для XML. Вот. И он регистр чувствительный, поэтому все атрибуты вы должны указывать, ну, как положено. То есть если будет на заглавный переходить, возможно, все перестанет работать. И все значения указываются исключительно в кавычках. То есть если в HTML вы можете, в принципе, кавычки пропустить, и браузер, так сказать, не сильно это заметят, в общем-то и не заметят, то здесь это будет ошибка. Ошибка заключается в том, что все это вообще перестает работать. То есть если ошибка в синтексисе, в SVG, браузер это не обрабатывает вообще. И крайне будет пусто. Поэтому ошибки здесь очень дорого стоят. Ну, дальше вы здесь видите, идет элемент G. Чуть забегая вперед, G это группировка объектов. Это возможность группировки. И здесь, видите, идет группа, которой задается общая непрозрачность 0,6. Ну, как вы поняли, от 1 она измеряется. Черный контур. Толщина полпикселя задается. Ну и дальше пошли кружочки. Circle. У них идут координаты X, Y, радиус, заливка, видна. Вот. И трансформ позволяет сдвинуть в какую-то позицию. Вы можете заметить, что у них одинаковые абсолютно координаты идут. Ой, я не то покажу. Вот. ЦХ, видно ЦЮ. Везде 200-200 стоит. А трансформ позволяет объект разными операциями. Translate означает передвинуть. Ну, передвинуть, видите, на минус 52 пикселя. Поэтому они вот так сейчас здесь размещаются. И поскольку для всей группы задана прозрачность 0,6, то они используют друг друга, просвечивает. Скажите, а вот тут бросается в глаза, что 400 и 400, потому что на высоте, а за мной без проекции, без пикселей. Дело в том, что здесь это внутри пошло описание. Поэтому здесь было общее описание, в общем-то. Оно относилось больше к HTML даже, вот эта часть. Ну, React тоже. А у React пошел уже здесь все в пикселях работает. Ну, вы видите, дальше тоже здесь местами идет в пикселях, местами так. Ну, в принципе, здесь можно разные измерения использовать. Можно опускать внутри. У него, да. И у него можно опускать внутри самого. Поэтому, видите, здесь вот тоже идет 0,52, например, да. Здесь без пикселей все это указано. А вот такое написание, вот последнее, видите, вот такое идет. Со слэшем. Это самозакрывающийся тег. Вы помните элемент BR есть такой в HTML? Вот, если я BR пишу в обычном виде, он у меня выглядит вот так вот, BR. А для XML все теги должны закрываться. И поэтому вместо того, чтобы избежать дурацкой надписи вида вот такого, оно смотрится по-дурацки абсолютно, использует вот такой вариант BR и вот так вот, слэш, самозакрывающийся тег. Что вы здесь, в общем-то, и наблюдаете. Вот. Вот они идут. Видно, да? Вот они идут. Так а почему он в HTML так идёт? Так же, это же контейнер. Он содержит вот эти три сёкла. Поэтому его надо закрыть. А каждый кружочек, это самый достаточный элемент. А это то, что река, это контейнер? Рек не контейнер. Идет прямоугольник. Вот прямоугольник. Он идет отдельно. А потом идет группа вот эта вот. А в грудке находятся три кружочка. В принципе, можно было бы не группировать их, но вот так получилось сгруппировали. Наверное, вам сейчас может показаться, что это же вообще немножечко ужасно вот так расписывать графику. Понимаете, да? Почему-то как раз я буду показывать связку с иллюстратором. Поэтому иллюстратор как раз у нас будет, так сказать, программой, из которой я буду экспортировать вот эти вот красивые картинки. Так, теперь, по поводу того, какие преимущества. Во-первых, вы видели, что он текстовый формат. Сам по себе, вот он. Текстовый формат, это означает, что он доступен всем. Это хорошо. Масштабируемость. Поскольку он векторный, можем масштабировать объект, сколько вы хотим. Это здорово. Вот. Ну, раз правил графику внутри можем использовать. Текст является текстом, а не изображением. Так что, не вопрос. Анимация. Да, возможно, анимация. Там есть специальные возможности для этого. Вот. Я немножечко ее покажу. Но вы знаете, лично у меня с анимацией немножечко напряг момент. Она какая-то, какая-то скачкообразная идет. Вот. То есть, нет плавности, которые так очень хочется видеть в анимации. Ну, вы увидите. Вот. Полностью открытый стандарт. То есть, он ничья не собственность, поэтому у него нет, там, вопрос патентов и так далее. Интегрируется HTML к HTML, вы увидите, как это делается. Прекрасно с CSS взаимодействует. Ну, и XML там есть свой ряд преимуществ, которые предоставляет. Вот. Я вам сейчас вот покажу такой небольшой пример. Так. Итак. Всем знакомо такой вот Яндекс, да? Яндекс.Ру. Вот. Теперь. Вы здесь видите вот такие различные элементы. Вот. Ну, например. Вот пробки. Видно светофорчик? Или там погода? Или вот эта часть. Вот в Яндексе они, по-моему, одни из первых, в общем-то, перешли на SVG формат для вот этих элементов. Давайте посмотрим, убедимся в этом. Я увеличиваю масштаб. Это серьезная экономия получается. Это не только экономия. Вот обратите внимание, здесь видно вам вот такая растровость? Видно. Вот здесь видна растровость. Вот. А вот эта штучка, ну, я здесь просто до пикселей увеличил. Видите, она идет такая чистенькая, в отличие от этой. Здесь пикселизация, вон она, вот так вот видна. Здесь прям такая жирная пикселизация. Видно? Не видно сейчас вот в таком. А здесь гладко-гладко все идет. 0+, тоже, видите, пикселизирован. Вот сравните. Вот эту часть и вот эту. Видно разница? Вот. Да. Ага. Вот. А текст, ну, текст замечательный же идет. Видите, да? Текст просто супер идет. Вот. А иконки соцсетей, они какие-то пиксные такие идут. Вот. Теперь вот их этот Яндекс, да, вот этот значечек браузер. Вот. Здесь все чисто и великолепно. О, а вот эта шестереночка, она уже растровая. Видно? То есть та шестереночка наверху была векторная. Вот эта векторная. А эта шестереночка идет растровая. Вот, знаете, хороший вопрос. Не знаю. То есть она где-то понавиде. Вот она, словово. По наведению. Наверное, знаете, у них разные решения используются. И, ну, может быть, где-то технологический момент, а где-то просто-просто не сделали, и все. Они тоже не все сразу делают. Вот. Здесь, похоже, тоже растровая, но сказать сложно. Может быть, они так задумали вот эту вот штуковину. С левой стороны. Ну, вот видите, какие красивые иконочки идут. Чистенькие, гладкие. И здесь тоже они вот такие красивенькие идут. Вот. И здесь все идет на SVG. Если посмотреть, например, исходник, вот того же, где он там был, Яндекс.Браузер, вот он. Исходник его. Вот. Только я сейчас масштаб, наверное, возвращу старый. Как тяжело прокручивается. Значит, я нажму F12 кнопочку. Здесь я тогда могу, как вы знаете, видеть структуру моего хозяйства. И нажимаю лупой на этом элементе. Вот. И посмотрим, что он нам здесь показывает. Видите, показывает вот background image. То есть здесь эта картинка идет в виде background. Background image. Видно? Вот. Я правой кнопкой нажимаю, open link menu tab, открываю ее в отдельном тайге, и что мы с вами видим? О, вон она. Посмотрим в исходном коде. О, ужас, да? Вот. Ну, а перед вами идет SVG, вы знаете? Вот, опять SVG идет. Вот. Ну, и, конечно, в SVG есть операции описаний и прямоугольников, как вы видели, и кружочков. Вот. В нем же есть описание кривых. Слышите такие кривые безе, может быть? Конечно, многоугольники описываются и так далее. Все это там есть. Вот. Более того, там по закраске поддержите равномерные. И градиенты поддерживаются. Все там, все это есть в наличии. Вот. Но, вот такое вот вручную, я думаю, что вы вряд ли смогли бы написать. Поэтому вручную создание SVG, по-моему, это немножечко мазохизмом попахивает. Вот. Но редактировать вполне можно, если будет желание. По крайней мере, цвет вам виден. Виден? Видите, здесь используется немножечко своя терминология. Feel там и так далее. Вот. Теперь. Это я показываю вот эту вот иконочку. Например. Ну, допустим, гигнокль такой красивый идет. Посмотрим на него. Вот. Значит, тулупу наложу на него. Здесь единственное, знаете, какая тонка. Если сами будете смотреть вот эти моменты, то вот с правой стороны, где он вам показывает эту иконку, то есть вот она идет. Здесь надо не левой кнопкой по адресу, а правой нажимать в этом случае. Вот. И Open Link и New Tab. Вот. Тогда... О, это не то, кстати, он открыл. Вот еще. Наверное, здесь... Вот это что ли? Действительно непонятно, кого подцеплять-то. Да. Наверное, я сдамся, потому что здесь хватается неизвестно кто. Вот этот или чуть дальше. Непонятно. Видите, он вот этот фон показывает, который сзади идет. А саму картинку... Где-то она там точно идет. Ну, да ладно. Ну, погода наверняка удастся. Посмотри, потому что ей здесь никто не мешает. Вот она, погода идет. Вон он идет. О, прям видите, прям здесь показал он ее. О. Кстати, заметили, что она несколько крупнее по размеру, да, чем там. Если посмотреть ее SVG... Ну, поскольку это векторный формат, то здесь, ну, абсолютно все равно, какого размера вы создаете. Вот. И что у нас здесь идет? Так. Ой, вы знаете, тут все это идет уже в неоспознаваемом виде. Кстати, обратите внимание, еще есть такое использование оператора Ubox, который позволяет назначить зону просмотра, то есть, какую часть фигуры мы берем. В принципе, его можно не указывать, тогда он по молчанию все показывает. Ну, знаете, как кадрирование. То есть, я могу взять левый верхний угол, правый нижний угол, там, и так далее. Вот. Ну, в принципе, здесь... Здесь задаются вот эти данные, они как раз позиционируют вот этот вот объект. Потому что он... О, как. Где-то там что-то еще интересное задается, что заставляет его масштабировать. Но в нем здесь разобраться сложновато, да. А, конечно, спроси, вот ты иногда в документах в начале статьи пишешься, что это XMAR, да, не знаю, вопрос там, XMAR, бла-бла. Вот. А вот, когда вот эти смотришь, формат верхний, этого нет. Ну, вот как это? Ну, увидим скоро. Хорошо. Он все равно валидный, смотри, документ. Конечно, да. Вот, теперь. Ну, вот я вам сейчас показываю вот такие примеры. Это простенькие иконочки такие идут. Вот. А внизу идут вот такие, видите, эффектные примеры. Evolution, там потом вот такой вот примерчик идет. Вот это Evolution, конечно, шикарно смотрится. Но, вы знаете, тут, я бы сказал, пример такой, когда, ну, неизвестно, вот они в плюс или в минус ушли. Я нажимаю вперед и смотрите, что начинается. Я ничего не трогаю. Как вам? Ничего не понятно, да? Вот. Я сюда навожу, и здесь он начинает вот так вот прыгать. Прыгает оно очень круто. Ну, вот, если посмотреть, например, вот этот объект, попробовать посмотреть, по крайней мере, его, допустим, то мы с вами обнаруживаем вообще здесь... О-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо! В общем, все видно? Он прямо здесь вписан, этот SVG элемент. Вот. Так что, вот такая интересная штука. Прямо оно здесь вписано. Вот. И вот они все идут, вот эти кривые. Так, кто там еще есть? О, анимация поехала. Видите, там менялась. Вот, анимация скриптами уже обеспечивается. Вот так замудренно сделано. Знаете, тут, по-моему, разобраться невозможно. Когда там мышкой водишь, оно постоянно вот так моргает. И, по-моему, оно с толку сбивает больше, чем помогает вообще. Нет, красиво смотрится, да? Но здесь перебор такой конкретный идет уже. Так, теперь нижний пример. Это, не знаю, SVG или нет, с виду нет, не похоже. Ну, что-то, наверное, не работает. Наверное, какие-то, к примеру, устарели уже. Что-то, наверное, 5 видео. Видно, крутится штуковина? Ну и как вам анимация? Да, такая. Такая, как гиф-анимация похожа. Получается, что эта программа, как бы, может, как бы, ну, очень хороший специалист подниматься, а мы ей не можем подниматься. Это язык. Вы ее можете создавать с помощью иллюстратора. Сейчас посмотрим, как это делается. Скажите, а, ну, это как бы зависит от настроек, да, то, что так делается? Я боюсь, что нет. Видите, вот, как бы. Видите, какая скорость работает. Я думаю, что это еще зависит от процессора. Но там времена задаются просто при анимации. А интересно, это брауза задействует для этого, ну, для отображения, вот, веб-желл, что-нибудь такое? Что это задействует? Ну, веб-желл, например. А, нет, нет, это не задействуется здесь. А у них нет выхода на веб-желл, пока что, по крайней мере. Поэтому анимации, в общем, достаточно дерганые получаются. И стоит ли игра свеч? Что-нибудь, ты говоришь, плавно, чуть-чуть. Да, это получится. Она просто, видите, она быстрее крутится, вот так вот. Поэтому, я так понимаю, ему тяжело идут вот такие вот плавные движения. А вот эта вот, эта премия анимация, это не скриптами, да, а непосредственно? Скриптами, скриптами, здесь, зачастую скриптами идёт. Там вроде просто есть средства, чтобы... Да, 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 вот. Я покажу. Вот, может, из-за того, что скриптами, оно так у них и тяжеловато идёт. Вот, так. Вот я вам сейчас показываю, как SVG можно применять, в принципе, как они точнее применяются. Вот. Но, давайте сейчас посмотрим вот что. Вообще, вы знаете, я могу вам эту папочку распространить, если интересно. Сейчас, эту папочку SVG. Её тогда засуну, где у нас была сетевая-то... Вот, я в сетевую папку положил, поэтому, если она у вас есть, там на рабочем столе ссылочка SVG называется. Вот, я в сетевую папочку. Вот, я в сетевую папочку отослал, так, надеюсь, вы получили там. Так, нашли папочку, да? Нету? Вот, я в сетевую папочку. Вот, я в сетевую папочку. Вот, итак, в папке SVG вы здесь можете встретить несколько файликов. Вот, например, там есть такой файл «Секл.свг». «Секл.свг». Вот, и я открываю правой кнопочкой «вив ноутпад» плюс-плюс его, и перед вами файл «свг». Сейчас идёт. Как видите, он... Единственное, что здесь синтаксис блокнот плюс-плюс не очень умеет его подсвечивать, поэтому он получается такой здесь, в общем-то, чёрно-беленький такой. Вот, и вы видите, идёт здесь XML-отступление, которое мы спокойненько могли пропустить. Кстати говоря, что интересно, дальше идёт доктайп, тип документа задаётся. Вот, и вы знаете, был какой-то косяк, по-моему, связанный с Firefox, что он почему-то доктайп вот этот вот его сбивал в стоку, и там даже рекомендовали вообще его не указывать. Вот. Если посмотреть, что получается в браузере, то получается здесь, в данном случае, вот видите, вот такие вот кружочки идут. Вот такие кружочки. Видно, да? Вот они идут. Вот, но я сейчас попробую брать вообще вот это начало отсюда. спрашиваю по поводу валидности документа. Посмотрим, насколько он станет, сейчас, не валидный или не валидный. Так. Ничего не поменялось, как видите, всё работает нормально. Поэтому, в принципе, для браузера указание вот этого стандартного вступления, в общем-то, не особо актуально, да, для отдельного документа. Вот. И... Я думаю, тоже, всё равно, если он узнает в синтаксе, что это СРГ идёт. Вот. Затем, вы здесь встретили вот такой момент. Идёт элемент G. Кто помнит, что делает элемент G? Группа. Вот. И здесь задаются вот эти эллипсы. Эллипсы. Эллипсы со своими параметрами идут. И там, видите, идут несколько эллипсов. Здесь, по сути, две группы эллипсов. Есть такой, да? Вот. Но браузер отображает вот как вот такие вот эллипсы. Кстати, вот я увеличиваю масштаб. Всё красиво, гладко. Видно? Вот. То есть идеально всё прорисовано здесь. Вот. Но я могу, когда вот таким образом записываю документ, я могу ещё Style раздел использовать. Видно здесь Style, да? Вот. И я использую элемент эллипс. И в данном случае по Hover, кто помнит, что такое Hover, да, при наведении закрашиваю в чёрный свет каждый из этих эллипсов. Я по-прежнему могу дать, например, идентификатор. Вот видите, ID A, например. Вот. А для второго эллипса дам, например, ID. ID равняется B. Я даю идентификатор ему. И теперь могу задать решётку B, 2.Hover и указать fill. Здесь используется, видите, своя терминология. Fill, например, там, такой, yellow. B. Там кто-то жёлтый есть. Вот он, видите. Вот он теперь желтеет по наведению мышки. Вот. Но это всё я должен писать вот внутри файла svg. Вот эти все воздействия. Скажите, пожалуйста, что, значит, на месте вот здесь есть свойства может быть любое значение атрибута? Конечно. Ну, да. Ну, вот видите, да. Естественно. То есть я могу в данном случае ему сделать цвет контур другой. Там массовая терминология есть. Вот. Строк, двоеточие, например, какой-нибудь там red. Видно? На хреноведении он сейчас красный становится. Вот. Вот таким образом я сейчас вот эти элементы svg вот так вот терзаю в данном примере. И могу им вот так вот управлять. Теперь. Ну, теперь возникает ещё такой вопрос. А как вообще svg можно встроить на страницу? Вот. И вы видели сейчас вот этот элемент, да, вот этот вот svg. кстати говоря, там ещё один элемент svg. Сейчас. Это был блокнот. Так. Я что-то его из сети открою. Интересно. Так. Вот здесь есть такой файл, называется он smile. Нет, smile. Smile1svg. Вот. Лицо такое идёт. Вот. Вот. Если я сейчас запущу в кроме. Похоже на лицо? Нет. Вот. Вот. Но. Давайте сейчас посмотрим такой момент. Вот, например. Я хочу сделать какой-то элемент и вставить его к себе на страничку. Вот. У меня есть иллюстратор, например. А с иллюстратором кто-нибудь имел дело из присутствующих? Как? Тащите. Так. Итак. Я создаю новый документ. Но. Я должен здесь давать ориентацию веб. Чтобы были всякие RGB, а нецпики. И задаю размер. Ну что создание? Небольшое что-то? Ну допустим там 100 на 100, например. 100 на 100 пикселей. Окей. Вот. Ну и дальше я могу, например, нарисовать здесь что-нибудь там. Прямоугольник и так далее. Вот. могу иллюстратор использовать, например, так называемые символы. Будьте здоровы. И вставить сюда кого-нибудь там. Ну у меня там 100 пикселей, поэтому так сказать не... там какие-то сложные получаются. Знаете, сейчас я что-нибудь такое не очень сложное сделаю. Например, несколько кружочков. Кружочек. Потом... Прямоугольничек. О! Так. Прямоугольничек. Прямоугольничек. Кружочек. Так. Прямоугольничек. Это просто символы на какой библиотеке? Символ. Ну да. Там, наверное, назвали библиотеки. Ну я сейчас просто решаю. Как видите. Без символов. Вот. Ну вот какой-то вот такой сюжет идет. Вот. И... Будем считать, что это логотип какой-то. Вот. И могу здесь закрасить его. Панель управления вебинаром перекрывает все нужные другие панели. Вот. Например, вот так вот. Эти закрашиваю вот так вот. Эти закрашиваю вот так вот. А может быть даже и вот так вот. Ну допустим. Градиенты. Видно? Итак. Сколько у меня объектов всего? Девять. Девять объектов. Так вот. Я сохраняю их с AWS. Ну допустим. Об. Тип. Об. Тип. 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 Об. Об. Там какой-то замысел maior. И я считаю, что это должно быть не просто девять объектов. А три группы. Тогда я могу... Вот. Их по, по, по. Этажам пропортировать, уже групп. Таком же групп. И вот так уже группу. И в панельке Layer слои я могу дать название этим группам. Ну, например, первая группа. Это у меня будет запустим Y или там Yellow с неправильным английским. Это у меня будет Green. Green. И это у меня будет Grad. То есть я в Illustrator могу уже как-то их обозвать для дальнейшей работы. Для каких-то дальнейших действий. А все это вместе, допустим, называется как-нибудь H. То есть у меня вот такие сейчас названия использованы для этой конструкции. Я еще разок сохраню Save. И теперь сохраняю Save Asp. Illustrator прекрасно работает с форматом SVG. Более того, видите, есть два варианта. SVG и SVG-Z. Чем они отличаются? Дело в том, что SVG, вы видели текстовое описание, какое просторное идет? А SVG-Z специально для сжатия предназначен, чтобы выжимать. Ну, тут вопрос, поддерживает ли это браузеры. А не SVG-Z, вы видите, так сказать, не совсем идеально. А SVG-Z это будет совсем уникально уже. Поэтому лучше оставить пока SVG. Итак, сохраняю. Дальше у меня спрашивают, какой профиль использовать. Вы видите, здесь идут различные профили. 1.0, 1.1, Tini, Basic и так далее. Чем они так сильно отличаются? Они отличаются вот чем. Вот смотрите, SVG-0, SVG-1.1. В общем, для всех вариантов они предназначены. Вот, это общее описание SVG-1.0, 1.1, Basic. Это для устройств в средней мощности. Вот. Не поддерживает ни прямоугольную обтравку, некоторые фильтры. То есть, какие-то специфические особенности не поддерживаются. Tini. Это для мобильных устройств, как вы видите. Здесь, в общем-то, есть большое подозрение, что будет очень много чего растрировано. То есть, он вынужден будет превратить какие-то красивые эффекты из вектора в растр. Он сам все это сделает. Вот. Ну, и Tini 1.2. В общем, здесь, видите, он четко написан не поддерживает. Градиенты, прозрачность, обтравку. То есть, все, что красивенькое, оно будет у вас растрировано. Получается, что же тогда останется? Ну, останется тексты, конечно, у вас останутся, в общем-то. Вот. Но вот эти профили, как раз наличие, то есть, это SVG-1.1 как раз вел понять вот эти профили. А Tini, это уже пошли вот эти модификации. И сейчас иллюстратор спрашивает. Что мы делаем? Видите, SVG-1.1, 1.1+, там и так далее. Ну, допустим, мы выбираем 1.1, стандартный вариант. Мы рассчитываем, что все его нормально поддерживают. Вот. Кстати говоря, по поводу мобильных устройств, сложно сказать, кто это поддерживает, кто нет, потому что нет четкой таблицы, какие устройства, какие элементы SVG поддерживают, а какие нет. Я такого не встречал, к сожалению. Здесь же вы можете сказать, что как картинка будет внедрена, а может он сделать ссылку на внешнюю картинку. Это тонкий момент очень. Ну, в общем, пока может пройти мимо. Здесь, в принципе, все нормально с точки зрения настройки по умолчанию. Нажимаем «Киви». Вот он экспортировал. И теперь этот файл я открываю в этом самом блокноте. Он у меня назывался «ОБ». Кстати, вот «ОБ» SVG идет. Сейчас он удаст разбир увидеть. Вот смотрите. Вот это файл у иллюстратора идет, а это файл SVG идет. Как вам нравится? Ничего так? Сколько шмут иллюстратор туда себе запоминает свой файл? Есть 3 килобайт он весит. Итак, открываю его, посмотрим, что есть такое. Как видите, опять традиционный XML, традиционный доктайп. И вот пошел SVG. Знаете, я сейчас его переведу в каковый синтаксис, чтобы он хоть видя что-то имели что-ли считал его. Итак, что у нас здесь идет? Здесь же, видите, задаются размеры, то есть координаты объекта. Вид, хейт задается. Вью-бокс это вот то, что видно будет. И еще иллюстратор от себя добавляет устаревшие свойства. Вот это enable background. Это раньше оно было, потом его все игнорировать стали. Ну, что-то по поводу background, а потом решили, ну, пусть будет. Вот, затем, помните, я называл yellow? Неправильно называл. Узнаете? Вот он группу сделал. И вот здесь описываются как раз вот эти кружочки. Два кружочка, один прямоугольник. Вот, затем в следующей группе идет, видите, град, это градиенты идут. Вот, и здесь записывается, видите, идет лайнер-градиент. Это он сам все туда вмонтировал, то есть он знает, что такое градиенты. И перевел вот такое текстное описание. Все пол, кружочек идет. Ну, в общем, все как обычно. Дальше идет green, green. Вот так вот, видите, выглядит описание. То есть, в принципе, при желании, можно такое сгенерить саму, если вы хорошо в пикселях соображаете, где что должно быть. Вот, но это же кружочки были, понимаете, кружочки. Их прямоугольники. А если бы это кривая была, там уже нереально самому все это описывать. Поэтому вот эти моменты лучше оставить на машину. Как видите, иллюстратор с этим прекрасно справляется. Я не показываю здесь Coral Drone, тоже неплохо справляется, в принципе, с этими вещами. Вообще эти программы давно с этим научились работать. Вот, но теперь возникает вопрос. А как мне теперь вот эту красоту внедрить на веб-страницу? Вот эту красоту. Ну вот. И смотрите, какие у нас есть варианты. Вот, мы можем внедрить как картинку. АМЖ, помните, такой АМЖ идет, да? АМЖ. Я использую элемент АМЖ и внедряю на свою, так сказать, вот. Я могу как фоновую картинку указать. Поскольку браузеры знают, что с этим делать, то проблем нет. Затем, я могу использовать специфический элемент Обжект. Он позволяет, в общем-то, любые объекты импортировать. И в данном случае, видите, похоже на АМЖ, но у него есть закрывающий тег Обжект. Чуть позже я скажу, для чего это. Айфрейм. Кто помнит, что такое айфрейм? Это для стартика. Вложенный фрейм. Вложенный фрейм. Пожалуйста, не вопрос, можно таким образом. Вот, можно Эмбет, но вы знаете, с Эмбетом, я честно скажу, по-моему, это такое уже устаревшее, потому что вообще элемент Эмбет, по-моему, от Explorer шел, насколько я помню. Он никогда не был стандартным, только в HTML5 его стандартизовали. По сути, это как объект. У них есть очень маленькие нюансы в разнице, с точки зрения поддержки разных старых браузеров. А так, в принципе, они взаимозаменяемы. Можно прямо вложить SVG внутрь документа HTML. Ну, давайте сейчас я покажу, например, я возьму сейчас какой-нибудь документ HTML. Вот, я сейчас смотри и говорю, сгенерю документы. Подожди, а через iFrame он кросс-браузерный способ? Да, они все кросс-браузерные. Вопрос, что если браузер не поддерживает, в общем, все делают. Вот, допустим, Верм создают, там какой-нибудь там, вот, жидкий макет. Клейт. Вот такой красивый макет идет, сохраняю в SVS. Допустим, так, у нас папочка SVG, назовем макет. Вот, и теперь я могу сюда вставить вот в любое место вот этот элемент SVG. Вот там, где пункт идет, instruction, вот он идет, да? Я вставляю AMG, SRC равняется. Так, умный Dreamweaver позволяет мне выбрать, как он назывался. Он назывался, по-моему, об, об SVG. Оп. Оп. Всем все видно? Размеры я не указываю. Посмотрим. А? Что? То есть, файл должен рядышком подать. Ну, я его рядом положил. Может быть, в обложенной папочке лежать где-то. Ну, так же, как обычная картинка. Вот, посмотрим, что сейчас поменяет сам браузер. Покажет. Все видно? Я его создавал небольшого размера. Помните, он был совсем маленький? Вот он такой сейчас получился. Но, естественно, я могу масштаб увеличивать, и здесь все будет ручь чудесно. Вот. Сейчас сделаю прикольную штуку. Я ему задам ширину 100%. Ширину. Помните, что происходит, когда для картинки задается 100%? Она будет масштабироваться. Кто помнит? Пропорционально или нет? Нет. Это у вас повылезает, а у нас не повылезает. Опа. Резиновая. Да. Она сейчас полностью резиновая. То есть, я вот так уменьшаю. А, там вроде резиновый. А, вот видно. Поехал. Все видно? Вот. С точки зрения качества здесь вопросов нет. Ну, это я просто пиксель увеличил сейчас. А так все идеально идет, все замечательно. Так что, вот так оно увеличивается без проблем. Угу. Понятно? Вот. Так. Вот вам, пожалуйста, такой маленький плюс. Единственное, знаете, здесь какой нюанс возникает? Дело в том, что, когда мы вот так вот увеличиваем, а если очень сильно надо будет увеличивать, очень сильно, тогда возникает другая проблема. Что? Может быть, такие мелкие детали, которые лучше было бы убрать. Но мы убрать не можем. Никаким образом. И поэтому, для вот таких решений, для более продвинутого варианта SVD, используется несколько иконок, ну, которая первая, маленькая. Она не содержит лишних деталей, она очень упрощенная. Потом посложнее иконка, потом еще посложнее. Они все выглядят одинаково. Они все друг на друга похожи. Но большая иконка, самая большая, содержит максимум деталей. И тогда, если вы помните CSS-медиа-запросы, которые позволяют учитывать размер окна, вот там в стилях подставляются уже разные файлы вот эти вот, разные файлы SVG для этих целей. Вот. Так. Но я сейчас вам... Да. То есть для такого разрешения ставится такой файл. Для поменьшего разрешения поменьше файл подставляется. Это с помощью стилей реализуется. Но это целое дело. Это надо уже все системы иконок разрабатывать. Что-то я, честно, не встречал, что кто-то вообще так заморачивался пока что. Но пока, видите, формат только-только, так сказать, нащупает свое применение. И используется... Ну как, Яндекс для вас аргумент? Нет вообще как? Ну да. Но Google пока не использует вот эти вот средства пока что. Ну, кто узнает, что будет дальше. Вот так. Теперь. Значит, я вот таким образом строил этот пастфонт, теперь как можно строить другим образом. Это я встраивал AMG. У нас был другой способ, видите, как фоновое изображение. И я тогда должен указать здесь какой-нибудь там, ну, допустим, div. там id равняется svg. Вот. Я его создал. Ну, здесь напишу svg, чтобы было видно. И теперь в стилях, то есть он в комментариях нас сажал, сколько... Где у меня конисты есть? Вот. Итак, решетка svg. Я ему даю вид, ну, допустим, stoppx, hate, stoppx, и background указывает эту вот картинку. Ну, что ж, посмотрим. Все видно? Это на бэкграунду пришло. Но, вы знаете, тут возникает некоторая сложность, связанная, например, с возможностью масштабирования бэкграунда. Дело в том, что масштабировать бэкграунда можно, но только вы не сможете сделать так, чтобы объект правильно масштабировал, чтобы он был полноценно виден. Вот как вот с верхней картинкой, чтобы было вот так. Я раздвигаю, и он вот так вот себя ведет. Я могу сейчас задать ему, конечно, для этого svg ширину 100%. Вот. Для бэкграунда написать no repeat, чтобы он не размножался, и указать еще свойства background-sides. Ну, cover, чтобы все было нормально видно. Но, видите, высота 100 пикселей, ширина 100%, уже возникает вопрос очень простой, а как бы, а высоту-то как правит, понимаете? Я не знаю сейчас, как высоту задавать, но если ширина сейчас резиновая идет, видно, они вместе работают, то с высотой такой номер уже не проходит. Я высоту не могу процентов задать здесь никак, потому что непонятно, от чего я считаю. Я могу просто поставить 200 пикселей, поставить там 500 пикселей, например, не вопрос, я могу эти все задать. Вот они идут, но когда я буду уменьшать окно, видишь, что происходит? А когда буду увеличивать, вот что происходит. Да, почему нельзя? Таким образом нельзя. Таким его бэкграундом нельзя, чтобы он правильно растягивался. Только через AMG будет правильно растягиваться. А бэкграундом не будет он правильно растягиваться, чтобы целиком он весь влезал полноценно, и чтобы все так масштабировалось. То есть я, если ему даже поставлю сейчас высоту 900 пикселей, там 200 процентов, то здесь сразу возникает вопрос, а процентов относительно чего? Вы знаете, видите, у него нет ответа на этот вопрос. Он не знает относительно чего считать эти проценты. Поэтому возникает такая проблема. Вот, поэтому этот бэкграундом очень здорово можно использовать, но для какой ситуации? Вот смотрите, у меня в иллюстраторе есть такой вот файлик еще, называется он Icons. Красивые иконочки? Вот вполне такие ничего иконочки. И я могу вот этот файл, там есть сохраненный уже SVG, значит я сохраняю, Icons SVG, сохраняю, там заменяю, формат опять SVG 1.1. Вот набор иконочек идет. Это векторные иконки. И я могу сейчас встроить его в еще один файл. Там еще макет, один заготовка есть. Он выглядит похоже на этот очень. Видите, вот так он выглядит. Слева видна навигация, да? Вот она. И я сейчас сюда встрою как раз вот эти вот иконочки. Вот, иконы навигации здесь называется, вот она, уэль идет, уэль нав. Вот. И для каждого элемента списка, видите, идет бордер-бот, там везде задается. Вот он. А я ему сейчас напишу, что давай-ка мне используем background. background, вот эту картинку, icons SVG, и в режиме no repeat. Вот, и сейчас, если посмотреть результат, вот почему-то нету. Интересно, почему ее нету. background, иконка, вот, вы знаете, еще такой момент. Видите, здесь еще вообще-то А идет, да? Вот, наверное, надо было для А задать, а не для ИЛЯ. Здесь А определяет, видите, высота у него там задается, хейт и прочее. Вот, сейчас ему задам, что он сюда в background. background. о, появился, вот, итак, все нормально появилось. Единственное, что, блин, что ж меня сюда заносит-то, надо его паддингом с левой стороны сдвинуть, видите, не 15 по их задать, а, ну, допустим, там, 50 по их, но тогда надо ширину еще подправить, там, 120, например, задать, не знаю, там, ну, вроде похоже. Итак, вот оно получается, вы видите, оно вот так вот идет, я сюда вставил так называемый SVG, спрайт, то есть, когда SVG файл, я задействую для разных частей разный элемент. Вы спросите, а как же разный элемент, где он разный? А дальше я для второго элемента списка, это делается следующим образом, ULNAV, потом LI, там, плюс LI, это второй элемент списка будет, для него я задаю, вы знаете, background у меня тот же остается, а мне нужно свойство background position. Background position. Background position мне нужно сдвинуть его, единственное, все время куда сдвигать, допустим, мы ее куда вверх сдвигаем, по-моему, минус там, 50 по их, 0. Ну-ка, посмотрим. Так, или 0, минус 50 по их. О, получилось. А дальше третий элемент, это у меня был, значит, второй элемент. Третий элемент будет, соответственно, минус 100. Ну и можно заодно четвертый сделать. Он будет минус 150. Ну, пожалуйста, иконки сюда въехали без проблем. Кстати, интересный момент, вы видите, здесь вот этот идет объект с белым фоном. Но белый фон у объекта я могу убрать вообще, чтобы он был прозрачный, чтобы он мне не мешался. Ну, здесь сейчас сложно это увидеть, что он стал не белый, но я сейчас заново пересохраню. И в браузере, вы видите, он уже идет такой прозрачненький. Вот, и, как видите, вот так он работает. Вот, но, если я хочу сделать так, например, чтобы при наведении он тоже менялся, то, к сожалению, это сделать так просто не получится. Вот, но, как вы думаете вообще, как это можно было бы сделать? Есть предположения? Ну, как обычно, через ковер. Ну, ковер, да. А что я могу предпринять для этого? В CSS, вот, поставить, что с какой-то снивертой для такого-то вложенного... А вот что сделать? Что сделать? Я могу все это поставить, но, например, я хочу, чтобы был белый фон у этих штучек при наведении, например. Вот, смотрите, я сейчас белый фон этот сохраняю, а сейчас Ctrl-Z сделаю, и в файл Save As я ему даю Icons там плюс. Поменяйте картинку. Да, это единственный вариант, я могу поменять картинку при наведении. Вот, но одна проблема возникает, а где я могу вообще указать эту картинку при изменении. Ну, вот здесь вот, в принципе, вот здесь, а ховер видно идет, да? Вот, здесь у меня все это идет. Это задается для A. И я могу здесь сказать, он background, но я сейчас должен буду написать не background, а маленькой тонкостью, обязательно должен указать background image, чтобы не сбивать свойства background. Background image. И Icons Plus. SVG. Посмотрим, как он сработает. Таким образом, у меня сейчас два файла SVG, получается, при наведении я отслеживаю, ну, при... Я отслеживаю наведение, подставляю другой файл. Вот. И таким образом, вот это все с помощью стилей задается, как видите, файл у меня вложен с помощью элемента, а с помощью background он у меня сделан. Я прекрасно вот так управляю. Ну, вот я могу только таким образом им управлять сейчас получается. Ну, я могу управлять, это же хорошо. Ага. Скажите, а можно влезть как бы внутрь вот этого внешнего файла и поменять? Да, конечно. Увидели, как он выглядит? Нет, я имею в виду вот в стилях. Дело в том, что... Конечно, конечно, конечно. Я могу в него влезть, вот он идет этот самый... Я его Dreamweary открою, он как-то с SVG нормально работает. Он назывался... Нет, я имею в виду вот именно вот в этом, куда мы подключаем. Вот в этом файле, куда мы его подключаем. Ну, вот это SVG. Вот он SVG идет. Нет, я имею в виду вот непосредственно в нашей страничке стилях указать, что вот в подключаемом файле внутри... А, внутрь него нет, я таким образом не могу влезть. Вот, потому что... Нет, нельзя, нет. Таким образом нельзя, потому что я сейчас использую через background подключение. Он его вставляет как картинку, но к нему, к его элементам он не имеет доступа. Вот. Так. Ну, вот сейчас я использовал как фоновое изображение, как видите. Я могу вставить как объект, но вы знаете, здесь будет в принципе... Ну, то же самое, что AMG с одним маленьким нюансом. Вот. Смотрите, какой будет нюанс. Я сейчас... Куда бы мне... Вот макет, макет просто, который был. Ну, здесь идет какой-то туримов. Вот, что это такое за место. А, ну, вот оно идет, туримов. Сейчас я здесь вот так вот разведу. И сюда теперь я вместо вот этого плея напишу вот этот обжиг. Ну, и что там писалось-то? Обжиг? Ой, я лучше отсюда скопирую. Вот такой ужас. Обжиг type. Там вот так вот обжиг. Дата равняется. Вот он идет. И я сюда включу. Наверное, сюда иконки эти включу. Они назывались icons. Точка SVD. Вот. И дальше вот так... А, нет, это не этот. Это у меня... Вот этот вот. О, видно? Вот они сюда пришли. Но этот способ с помощью объекта он в корне отличается от предыдущего способа. Потому что здесь я могу сделать вот что. А если у пояса не поддерживается SVG, что тогда? И вот здесь-то, по сути, единственный вариант, который дает ответ на этот вопрос. Смотрите. Я могу этот файл экспортировать в формат PNG. PNG узнают все браузеры. Ну, только не таким образом, а через файл save for web. Итак. PNG 8 или PNG 24. Save. Указываю свою папочку SVG. Icons plus PNG. Сохранить. Вот. И я теперь сюда... Видите, где комментарий идет замена? Я сюда указываю обычно AMG. AMG. SRC равняется... Я его, может, буду сюда вытащить просто. Простите, я вот тут смотрю. Но в древе выглядит сохранение как PNG, да? Да. Нет, не в древе, в этом в иллюстраторе. В иллюстраторе. Вот. Ой, господи, это не тот. Вот. А, нет, он мне не тот покажет сейчас. Не на что настроен. Так, значит, он назывался... Icons plus PNG. Вот они идут. Вот. Но я сюда смотрю, и видите, ничего такого не происходит. А что же может произойти? А произойти может вот что. Смотрите, я ему сейчас... Вот здесь, где идет Icons SVG, я ему скажу, например, Icons 10. То есть я изображаю, что такого элемента нет. Но вообще, на самом деле, это неправильно. Вот. Неправильное испытание. Или правильное. Ну, есть. Все нормально, нет? Как? Непонятно, почему. Изображать надо, что... Ну? Почему надо изображать, что такого элемента нет? Ну, вы же видите, что он показал нормально все. Но он сейчас показал, получается... Да, он мне показал сейчас растровый вариант. Давайте сейчас убедимся, что он растровый. Видно? Сразу видно, да? Все эти обводки. Видно, да? Все нормально, видно? Это растровый вариант. То есть... А если не поддерживать? Если его так, хотите, сяк. Но единственное, что бэкграундом так никогда в жизни вам не удастся его устроить. Вот. То есть вы можете строить через AMG, можете строить через обжиг. И через AMG вы указать не можете альтернативу. Через обжиг вы можете указать альтернативу. Вот. То есть как-то он, получается, если у нас в силе показывает SVG, то как он очередности... А если он может, он показывает SVG. То есть если у меня все замечательно... Вот, да. Он тогда показывает вот это. Вот у меня единственный ICONS, как он там назывался-то. По-моему, просто ICONS, насколько я помню. Смотрите, это прием он как-то документируем? Или это просто... Да, это стандартный прием. Мы сейчас просто смотрим вот эти варианты, да? Я поэтому акцентирую на этот нюанс. Что в этом способе можно, это называется, фоллбэк. То есть как бы откат назад для старых браузеров. Это такой имит, который прописан где-то в спецификации, да? Ну, естественно, да, да. Это стандартные приемы, как их можно внедрять. Поэтому я вот сюда вам и вытащил, в принципе, как их можно сюда вставить. Я имею в виду трюк с... Это не трюк. Это стандартный вариант, как можно вкладывать вот сюда. Потому что это картинка идет, но не обычная картинка, понимаете? Это текстовая картинка, поэтому у нее и вариантов больше. То есть это через обжиг? Да, это через обжиг получается так. Вот, через AMG так не могу, через фоны так не получится, через обжиг так получится. Но вы скажете, а можем ли мы здесь ему сейчас сказать, что вот у него размер там, вид, 100%, например. Ну, чтобы как AMG себя вел совсем, да? Ну, можем? Вон он масштабируется во всем. Видно? Качество обалденное совершенно. Правда, я перфекционистов, у которых каждый пиксель должен быть под надзором. Вот, так. Такая поясница получается. Это через обжиг я все сделал. Вот. Но мороки больше получается в этом случае. Но, понимаете, здесь борьба идет за идеальные качества, за идеальную прорисовку во всех ситуациях. И вот эта борьба, она, так сказать, видите, не такая простая получается. Вот. Теперь. Еще один вариант с помощью iFrame. Вот. Вы знаете, если честно, с помощью iFrame, ну, получается примерно то же самое. Я вам сейчас покажу этот вариант. Вот. После вот этого P. Сюда вставлю iFrame. SRC равняется так. Получается вот так. Вот. SRC равняется. Я ему снова Icons подсуню. Этот SVG. Здесь у меня будет iFrame. О, я здесь делаю H2. Смотрим. Вон он. Видно. Но iFrame потребует тоже указания размеров и так далее. Вот. По поводу масштабирования. Интересный момент. А дело в том, что мы сейчас в iFrame находимся, понимаете. И, так сказать, он уже... Нет, нет. Он воспринимается как растровая картинка снаружи, как бы. То есть, внутри у него вектор идет. А, это самое... Хотя нет, вроде нормально. Нет, нет. Я меня напрасно возвел и чувствую. Нет, 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 нет. Все нормально. Все хорошо. Все. Я думал, знаете, он браузер не сможет. Ну, что внутри масштабирует. Нет, масштабирует, как вы видите. Ну, нужно с размерами здесь определяться, чтобы нормально влез. Потому что размеры здесь... Ну, что получается. Я ему поставлю 100% ширину. Ну, и он будет болтаться в этом 100%. Понимаете. То есть, я не могу масштабировать, как раньше мог. Вот. Поэтому через iFrame, в принципе, как бы, вроде бы особого смысла и не вставлять. Через iFrame я показывать не буду. Это, в принципе, способ, по сути, чуть хуже, чем Object. А вот последний вариант, пожалуй, самый интересный будет. Потому что я могу вложить непосредственно сюда, в документ. Поэтому сейчас я вставлю вложение. И вот этот вот файл icons.svg. Ctrl-A, Ctrl-C. Я сюда вставляю непосредственно в мой макет. Ой, макетка у меня была. А, вот вложение идет. Вместо iFrame я сюда вставляю вот эту красоту. Вот она идет. Ну, дремюр, хоть видите, цветом нормально подсвечивает, в отличие от блокнота. То есть, сейчас я получил вот эту... Акцинала надо добавить. Акцинала со значимым вопросом надо добавить. Да. Вот здесь возникает такой момент, что вот этот XML уже здесь вообще никаким боком. И здесь надо очищать вот этот XML и описание документа. Просто SVG вот так идет. И все. Вот SVG и SVG завершается. Где-то там внизу. Так, вот она завершается. Вот. Ну что ж, посмотрим, что получилось. Сохраню. И обновлю. Вот идет вложение. Ну, все нормально? Непонятно, почему такой большой-большой список цифр? Вы спортировали что-то до этого? Еще раз. А это я непосредственно файл SVG не вставил внутрь. А, а почему он так подробно? А, ну, такой он и есть. Он же там большой файл идет. Он же здесь выглядит, вон, я сейчас покажу его. Вот он, ICON SVG. Вот он как выглядит. У него идет там вот S так. А там же, там же много вот этих прямоугольников идет. Где они тут идут? Вот, видите, идет Path, Style там, тра-ля-ля. А дальше вот пошел элемент D. Видно, D равняется. И дальше вот пошли, как раз это D идет описание пути. А M это способы передачи кривых. Это там, знаете, там что-то для кривой без Е, что-то для острых углов. Там в своей терминологии используется. Но это иллюстратор все сгенерировал. Поэтому мне как-то не особо интересно, что здесь внутри идет. Вот. Поэтому вот этот код сейчас целиком вставлен в макет. Что это мне дает? Вы знаете, а это дает вот что. Только в таком случае я могу с помощью стилей управлять здесь элементами моего макета вообще. То есть элементами вот этих вот разместок. Вот, например. Видите, идет Favorit. Вот. И здесь идет вот этот G, Path, Style, Fill. Вот такой какой-то идет. Кто из них Favorit? А лучше, знаете, к первому. Music. Music мы легко узнаем. ID равняется Music. Всем видно? Music. У него идет вот такая заливка, например, Fill. А я хочу сделать так, чтобы при наведении на этот элемент она перекрашивалась, например. Вот именно вот это Fill. И для этого тогда наверху, где стили идут, я сейчас вот этот Music отсюда скопирую. А у меня, смотрите, Music, а дальше Path. Я должен на Path воздействовать. То есть в стилях, ой, это я должен, так, вот, в стилевой части, я, наверное, начал сюда влеплю, чтобы не искать, значит, решетка Music, вот, потом Path, Path 2. А, это прием используется для старых браузеров. Сейчас так не делают уже, его не видят современные браузеры. Я дам Fill, ну, например, Red. Итак, Path, который вложен в Music, при наведении на него должен окраяться красным. Music у нас вот этот, но он не окрашивается. Что-то ему еще там надо. Так, что-то все переключает никуда. Так, это у нас идет Music, Path. Машина на спектр не поверет. А, идея, сейчас возьмите ему Layer 1, поставлю. Layer 1, так, 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 Path. Так, же, Пойдем, Music, Path. Да нет, что-то еще, А, я ему что написал там? А, Fill, Red, вот, все правильно. Так, что у нас там Layer 1? Попробую через Layer 1, у него здесь будет. Так, Music, Path. Ну-ка, я сниму вообще, вот так вот скажу, теорет. Нет, что-то не прошло. Что-то не мешает. Нет, нет, а там не PND, нет, там нормально идет. Вот он, красивенький такой идет. Вот, так, вы знаете, сейчас я покажу на примере, там такой был пример, сёкол, где кружочки были. Ну, смотрите. А, это идет в самом... Так, запутался с кружочками. Так, ну, ладно. В общем, если бы я все правильно прописал, оно, по идее, должно закрашиваться. Потому что оно, вот, с этим непосредственно взаимодействует. Ну, где-то я ему что-то недоуказал. Вот ему там мешает. Так. Fill. Такой вот идет. Так, знаете, я сейчас маленький эксперимент приведу. Я ему сейчас вот этот вот, вот эту штуковину ставлю внутрь, не у самого. Тогда будет видно, сработает или нет. Так, вот он идет, SVG. Вот его размеры прошли. Вот он, паф пошел, перед пафом. Я сюда раздел стелес размещу. И сюда размещу music.paf.feel.red. Нет, я отсюда что-то не беру. В общем-то смотрю, вот кто. Макет. Где-то я к нему неправильно обращаюсь. Решетка music. Что-то он не прорабатывает. Ну, а вот здесь внутри находится непосредственно, вот он идет. То есть я могу здесь, например, ему... Нет, ну вот он идет, непосредственно сам файл. Он же внутри прям вот этого файла описывается. Вот где вложение идет. Вот вложение 1, я же напишу. Вот вложение 1. То есть это вон идет, все нормально. Вот. Но что-то он меня не ловит. Сейчас виду все похоже. О, знаете, что я сделаю? Я сюда им пафу, поставлю идентификатор. Вот точно. Сам ID равняется, допустим, паф 1. Вот и все дела. Так. И теперь пафу 1 я задам вот это поведение. Ну-ка. Так, посмотрим. Они сговорились. Я не вижу здесь ошибки. А он там не понимается, нет, говорят? Да, в принципе, ему все равно. Поэтому... Да, может, он описан, но как бы еще не создался, типа, или нет? Да нет, нет, он все нормально. Он должен отработать, всего-то. Ну вот. Где-то... Где-то какой-то косяк идет. Ну, например, я сам вот здесь red напишу. Или там green. Ой. Да. Интересный момент. А почему здесь не перекрасил? Здесь перекрасил. Ну, что, действительно, цвет надо указывать. Зеленый. Ну-ка. А тут не работает. Косяк какой-то. Ладно. Будем считать, что какой-то глюк. Вот. Но, в принципе, вот все нормально должно работать. Наверное, у меня где-то здесь глюк идет. Вот. Так что, ну, вот таким образом можно пытаться управлять тем, что здесь внутри идет из этого файла, непосредственно из самого. Вот. Поэтому вот такой вариант. Вы видели, помните, навороченный вариант, я показывал вам, который вообще не поймешь. Помните, с этими красивыми этими переливами, да? Там прямо свой глюк был вставлен внутрь. Но, конечно, это не уменьшает объем файла, а может достаточно сильно увеличить. Это неизбежно будет. Вот. Теперь. Если посмотреть вот такую табличку, то вот если мы вставляем с помощью AMG, то с CSS мы никак не можем взаимодействовать с верхнего файла. Вот. Если мы вставляем через CSS, тоже никак не можем взаимодействовать. Вот. Если только через вариант обжиг, мы можем, не обжиг, точнее, только через VG, мы можем взаимодействовать непосредственно наружу, как я сейчас пытался делать, но у меня что-то тоже не получилось. Вот. И, в принципе, все варианты остальные работают только внутри файла SVG. То есть, в самом SVG файле, когда я его внедрил, я могу чего угодно прописывать, стиль и прочее. Но. Этот SVG же у меня внутри HTML находится. Я хотел из HTML управлять этим SVG. Я вот пытался сделать, у меня, к сожалению, не получилось. Но, в принципе, управлять вполне можно. Сейчас я вам другой пример покажу на эту тему. Так. Видите, что там? Сейчас перестопо. Замерзем. Так. Так, 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 так. вот там ну сейчас Господи, только не вор, ну попал. Вот смотрите, здесь идет тоже такой пример, посмотрим как он в браузере смотрится. Видно? Возди сюда, да? Вот так происходит, вот и здесь тоже идет ставка если вы уже непосредственно сюда, вот этот документ, вот и идет управление сёкол, ховер, вот и сёколы идут, вот они тут, вот они, кружочки идут, вот эти три кружочка, но идет управление ими, когда я навожу ховер, они становятся белыми или становятся там красными. Поэтому, в принципе, я говорю, управление работает нормально, тут вопрос, где-то косяк там был допущен при задании. Вот, и здесь традиционно еще используется, чтобы плавные свойства переходили вот так вот, вот эффекты. Но, в принципе, вот оно идет, сёкол управления, и вот этими сёклами идет управление как раз. Вот, так. И когда нужно полноценное воздействие на SVG, то единственный вариант – это SVG встраивать, вот как вот я встраивал прям код SVG. Но это увеличивает очень сильный объем файлов, поэтому уже делать при необходимости. – Мы, получается, скопировали здесь? – Да, 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 да. Представь себе, на секундочку, вы JPEG открыли в блокноте, JPEG, содержимое JPEG, да? Скопировали и вставили его в окно брау, в окно даже HTML-документа. Звучит как безумное, безумство. Но для SVG это один из вариантов работы. Вот, он же текстовый формат, да. – Скажи, пожалуйста, да, только если внутри SVG. Ну, это как понять, то есть можно воздействовать, но… – Да, но только внутри файла SVG самого. То есть, когда внутри SVG прописан стайл. Отдельный SVG открываете, туда стайл прописываете, в этот SVG. Можно воздействовать тогда. Вот, то есть, как вариант, вы можете, например, в SVG сослаться на стилевой файл, ешник какой-то, и в HTML-документе сослаться на этот же файл, чтобы один сервей файл управлял тем и другим. Ну, это очень заморочно получается. – Ну, и плюс скрипты, да, можно там еще дополнительно добавлять. Вот, поэтому полноценное направление только для встроенного, а остальное, возможно, только если внутри все записываете там. Вот, теперь, еще хотел вам такой пример показать по поводу бэкграунда. Как вы красивым к бэкграундам относитесь? Вот, допустим, я создаю бэкграунд, в иллюстраторе, размером там 1024, например. Вот, и создаю прямоугольник, большой при большой, вот, на весь размер. Вот, задам ему, чтобы контура не было. Вот такой прямоугольник идет. Ну, а дальше я применю к нему градиент, например. Вот, градиент настрою сейчас. Сделаю, например, радиальным. Вот, сделаю его, например, каким-нибудь там. Ну, допустим, вот таким. Симпатично. Ну, допустим, так вот. Подожму радиальный градиент, чтобы он вот так вот сюда влезал. Вот, но я хочу сделать еще вот такую штучку. Я мало градиента, я хочу сделать здесь еще какой-нибудь рисуночек фоновый дополнительно. Вот, сейчас пока я этот документ спрячу. В смысле, спрячу вот этот вот объект. И теперь создам узорчик. Надо сказать, что у иллюстратора отличные есть варианты создания узорчиков. Ну, смотрите. Казалось бы, безобидный такой объект, да? Я захожу в Windows, в Pattern Options, говорю New Make Pattern. Вот, он мне сейчас нарисовал этот результат, но я хочу поветендриваться, например, вот так его сделать, например. Нет, не так. Хочу какую-нибудь такую ячеистую сетку изобразить. О, я ему сейчас поставлю сложный механизм по шестиграднику. Ну, вот, допустим, вот, будьте здоровы, такая штучка получилась. Единственное, что цвет контура здесь можно было бы ему сделать, конечно, чуть более симпатичное, посветлее. Ну, допустим, такой какой-нибудь. Так, ну все, в общем-то, он готов. И теперь... Ну, этот объект сейчас мне здесь не нужен. Я теперь снова отображаю все объекты, которые здесь были. Шоу. Пол. И к этому объекту, который у меня здесь идет, я добавляю еще дополнительную заливку. Вот это мой узорный, который сейчас он сгенерировал. Все-все видно? Прозрачные заливки я могу подправить, чтобы она не сильно мешала. Ну, например, как-то вот так вот. Вот такой у меня фон получается замудренный. Вот. Можно еще там поменьше сделать. Вот так вот. Вот такой фон у меня получился. Если бы я сохранял формат PNG, вы представляете, какого размера он бы сейчас был? Так, кстати, дотянули подольше. Да, еще такой момент. Если вдруг у вас объект выходит за пределы, ничего страшного в этом абсолютно нету, потому что все равно будет экспортирована часть, которой страничке соответствует. Итак. А я даю команду save as и формат этого самого svg. Назову это back2. Сохранить. Здесь все как обычно. Вот. И теперь открою этот back2 для редактирования. Сохранил только. вот так открываем. Итак. Вот перед вами идет файл. Ух ты. Ну такой, не маленький. Это он каждый вот наш маленький прямугольник, ну более, типа, да, он, наверное, скопировал, если скопировал, да, это было. Ну, наверное. Сейчас посмотрим, сколько он весит ради интереса. То есть получается, ну, в такой ситуации разное изображение, оно можно... 55 килобайт. 55 килобайт. Вы знаете, здесь от кучи факторов еще зависит, в общем-то. Вот. Ну такой, не маленький размер получился, на самом деле. Вот. Ну, я могу теперь вставить его как фон, например, для всего бэкграунда, например, для боди. Вот. И проставляю сюда бэкграунд. Бэкграунд color мне уже не нужен, а бэкграунд url я вам сейчас этот бэк 2 проставляю. Говорю ему no repeat. И бэкграунд size. Ковер, чтобы он заполнял все пространство. Вот. А тот бэкграунд мне не нужен. А вот ковер тогда он будет растягиваться? Да. Не пропорционально? Да. А мне сейчас все равно, как он растягивается, пропорционально или не очень. Вот видите, вот сейчас он так идет, и он будет прекрасно себя чувствовать. Вот. При масштабировании. Вот. Файл великоват, конечно, получилось сейчас. Вот. Но тут, знаете, ухитриться можно по-разному. Вот. Мне, например, удалось создать там файл, ну, видите, идет, например, бэк 1 свг 5 килобайт весит. Вот. Сейчас скоро не знаю, почему сейчас такой здоровый получился. А здесь дело в том, что здесь он четко опознал, видите, паттерн. Вот паттерн идет. Он дальше определил элемент паттерн. Вот. И дальше он заполнил этим паттерном. Вот сейчас идет состав паттерна. А дальше он заполнил этим паттерном, вот какое-то просто пространство большое. Здесь радиал-градиент идет, а дальше прямоугольник, который использует этот самый паттерн. Вот. Тот, который там раньше был определён. Он все иллюстратор прописывает здесь сам автоматически. Ну вот. Но почему второй раз он паттерн этот не стал так красиво прописывать, как в первый раз. Это 5 килобайт все весит, а там 50 килобайт. То есть в принципе можно сделать, уместить достаточно компактный такой общий фон. Вот. И получить очень симпатичные результаты. Но, конечно, сейчас большой плюс получается в том, что этот фон не портится. То есть я масштабирую как угодно. Вот. Правда здесь получается я его и не вижу при сильном масштабировании. Потому что здесь уже содержимое-то так сказать, да. вот. Вот. Отрабатывается. Вот. Но я могу для этих элементов, которые посередине идут. Это у нас кто идёт. артикл контент или контейнер. артикл контент. Так. Вот. Здесь света нету. контейнер. вот идёт background color. А я ему сейчас поставлю, например, в режиме RGBA цвет. В этом случае я ему даю, например, ну, допустим, белый, но 0.4 будет частично прозрачный. Вот. И здесь в таком случае так получается. Я масштаб увеличиваю. И вот вы видите, что здесь всё по-прежнему идёт идеально, красиво и так далее на фоне. То есть можно делать очень богатые фоны. Я к чему клоню? Которые будут вообще без проблем работать, без искажений, без всего. Ну, правда, надо не забывать, что текст должен быть читаться всё-таки в конце концов. Вот. И таким образом, видите, вот этот документ я задействовал кучей SVG элементов. Могу сюда логотип ещё вставить. Вот. Там есть такое лого. Подойдёт сюда такое лого. Вот. Вот он идёт. Save this. Лого SVG. Сохранить. Ок. И сюда вставляю в драйвере непосредственно вместо этого файла. Я им говорю, что это будет лого. Оно идет. Вот. Оно лого SVG. Так. Ну, драйвер сейчас это показать, к сожалению, не может в коде. Здесь у нас всё получилось. Вот. Вроде как. AMG SRC. Вот. Посмотрим. Ну, вон. Угу. Как видите, он пришёл на прозрачном фоне. И логотип здесь прекрасно выдерживает любые масштабирования. Угу. Вот. Так что, как видите, перед вами формат, который выдерживает любые масштабирования, которые по-разному можно встраивать. И если бы некоторые проблемы с браузером, то было бы вообще замечательно. А по поводу анимации, вы знаете, тут я дал там несколько ссылок. Просто, как вам понятно, о чём сейчас более-менее как, для чего нужен формат SVG? Понятно. Вот. Так что, в принципе, можно на это время не терять. А по поводу анимации, вы знаете, я там просто привёл вам ряд ссылок на эту тему. Там в конце идут анимации SVG. Вот SVG Animation. Дело в том, что там чуть-чуть, конечно, заумно всё делается. Вот. Вот видите, вот такая анимация идёт. Ну, говорю, вопрос плавности здесь в основном только. Вот, в принципе, вот код идёт по поводу анимации. Вот. Видите, идёт Rotate операция. Ну и, собственно говоря, вот длительность 20 секунд идёт. Вот. From it to. То есть дальше уже обрабатывает браузер. Но если посмотреть на сотовом телефоне, вот как вам кажется, гладко, не очень она идёт. Ну, я бы не сказал, что сильно и гладко, а скачки-то видны, нет как? Кто замечает? По сравнению с предыдущей, наверное, да. Ну, по сравнению с предыдущей, наверное, да. Здесь почти видно. Почти ровно, да? Ну, как-то оно всё равно не ровно идёт-то, да? Это, вы знаете, мне такое впечатление, что это или браузер как это обрабатывает его с такой скоростью, На сотовом телефоне тоже задержки, я бы сказал, даже побольше. Айфон больше задержки дождёт, чем здесь. Здесь вот так крутится, но... Ну, секундную стрелку, наверное, сделаешь из такого, но более плавного уже вряд ли. Вот вроде бы плавно такая, что здесь, видите, мало изменений идёт совсем. То есть, в принципе, когда не... ну, видно, всё равно дёрга не идёт. В общем, я вам привожу вот эти вам примеры. Видите, используется элемент анимейт внутри. Анимейт, да, это уже смил так называемый. Вот этот анимейт как раз позволяет всё это реализовывать. Ну, пока эти анимации не слишком сильно радуют. Вот, а по поводу скриптования, у вас там ещё файлик есть... Называется Anim1HTML. Вот, StartAnimation. Вот здесь используют JavaScript анимации. Ну, вам не кажется, что всё равно задержки идут? То есть, пока, судя по всему... Я знаете, что думаю? Скорее всего, обрабатывать SVG браузера сложнее, потому что ему нужно растрировать его. Это же векторные файлы идут. Ему нужно каждую позицию растрировать. То есть, если обычная растровая картинка или обычный объект, он тупо перемещает пиксели. А здесь ему каждое состояние следующее надо растрировать. И из-за этого, наверное, возникает вот эта неравномерность. Он не может сразу прорастрировать движение, да, и показать его. Конечно, не может, потому что это неразумно. А он растрировать каждую фазу какую-то, которая ему виднее, скажем так. Ну, скажите, ну, в принципе, сам вот этот движок, который анимат SVG, он, по идее, может почитать, ну, там, описание анимации, да, и, в принципе, ему ничто не запрещает растрировать каждый кадр. Нет, ну, дело в том, что браузер всегда растрирует. Он и текст растрирует, когда на экран выводит, понимаете? Он же все равно в пиксели должен превратить. Нет, я имею в виду, что движку ничего не мешает сначала растрировать. Движку-браузер это? Да, то есть сначала растрировать все кадры. А потом, нет, нет, я думаю, что не все кадры. Он, может быть, одну фазу растрировал, но мы не знаем, как он дальше работает, понимаете? Не сейчас я. Мы понятия имеем. Нет, ну, вообще, в принципе. Трудно сказать. Трудно сказать. Мы не знаем механизмы их работы, но видим задержки, которые там есть. Вот эффекты на уровне CSS, видите, все гладенько идет. Вроде бы как. То есть так скачков незаметно. Это эффекты ховерка, где работают. А вот когда анимейт пошло, анимация, вот здесь пошли косяки уже. Вот. Поэтому вот такая проблемка. Если открыть этот файл... Где он там был-то? Вот он, аним один, открыть его... ...дремеври, в том же, например. Вот видите, идет SVG. SVG-то слово доброе не стоит. Вся кружочек одна, в котором задаются размеры, там вот, контур. Все, вот он. Весь прошел SVG. А дальше пошел скрипт. И вот он как раз запускает анимацию. Ну, здесь вот две кнопочки. Input, вот это Start Animation и Stop Animation. Start Animation, вот обращается к Start Animation, где он тут вот Start Animation. И вот здесь работа по таймеру идет вот через, там, 20 миллисекунд. 20 миллисекунд это 50 кадров в секунду. 20 миллисекунд. Одна тысяча миллисекунд поделить на 20-50 кадров в секунду. Ну, Stop Animation это стандартные жало-скриптовые средства, в общем-то, останавливать. Я могу, конечно, сделать количество кадров меньше, в смысле, количество кадров больше в секунду. Посмотрим, на что это повлияет. Ну, как бы вот. Ну, все равно, как-то оно, в общем, перемещается не идеально гладко. Могу ему поставить интервал смещения, где он там сдается. X20, наверное, вот здесь вот. А не 2, 2, 2. Ну, 1, пусть будет по одному пикселю движение. Ну, как-то, ну, вроде бы нормально так. Вот. Ну, что-то как-то... Нет, нет, рывками. Здесь, судя по всему, вот малейшая задержка. Вот, где-то там мышку наведешь куда-нибудь, и он сразу реагирует. Нет, нет, дело не в мышке, а вот смотрите, я навожу, когда на панельки какие-то, вот, например, на вкладке браузера. Видно? И он тогда вот начинает тормаживать. А может, с этими сочетками. Вообще-то идея, не переключение на другую вкладку. Ну, это не переключение, я просто вожу, то есть он как браузер готовится. А если включиться, ну, наверное... Ну, это будет еще хуже. Он тогда остановит. Вот. Но сколько сейчас ресурсов задействует? Кстати, а можно грязи ради интереса, сколько ресурсов сейчас задействует, процессор. Быстродействие. 25%, как видите, процессор загружен. X20. Сейчас, сейчас, секундочку. Вот, смотрите, видно, да, вот, 23% загружено. Я останавливаю. Я это сам Stop Animation даю. И посмотрим теперь. Опаньки. Как вам? Круто? Еще разок запущу. 12. 12. 11. Запускаю анимацию. Посмотрим. 22. То есть на 10% быстродействие процессора упало. Если я переключу на другой файл. Обратите внимание. Поскольку он в фоне идет. А, нет, он додумался. Он додумался. Молодец. Он остановил, наверное, в фоне. То есть если в фоне, то он не обрабатывает ее. Но это уже браузер. Молодец. Ну, вот такая ситуация. Короче говоря, пока с анимацией, с SVG, в общем, косяк есть пока такой конкретный, с точки зрения быстродействия и сплавности движения. Аним один, что ли, как он? Прямо в начале там он идет. Вот. Ну, вот такие вот возможности формата SVG, про которые я вам хотел рассказать. Вот. И, в принципе, использовать его, ну, вы знаете, я не знаю, как вам казалось, просто его использовать или не очень? Просто, да, главное не понимать ничего. Вот. Но для чего его использовать? Во-первых, для иконок. Шикарно подходит, согласны? Для иконок. Отлично просто. Для логотипа. Великолепно. Чтобы сделать фончик, какой-нибудь мощный, шикарный фончик копеечного объема, тоже подходит, но это надо там в иллюстраторе помудрить уже. Основой является иллюстратор для производства этих файлов. Это однозначно совершенно. Производит он их хорошо. Вот. Почему мне не получилось управлять через дривер, где-то я накосячил. Вы видели, что, в принципе, эта штука работает. Вот. Ну, там большой код просто был. Наверное, где-то не туда посмотрел. А так вот, в принципе, вполне реально использовать. Так. Ну, вот, в принципе, на сегодня, наверное, все. Спасибо. Спасибо большое. Как вам стоило вообще ради этого собираться, как вам кажется? Да. Ну, очень приятно, особенно после последнего веб-дизайна. Вот. Возврат. Экскурс. Да. Да. Наши веб-дизайнеры. Дополнение. Приятное дополнение. Спасибо. А? Вы это не освещаете на веб-дизайне? А? Куда там? Это мы еле успеваем. Нет, конечно, не успеваем. Вот. Там другая специфика. Там у нас вопросы дизайна, как перевести все это, чтобы правильно работало. А это, понимаете, как там освещать? В принципе, знаете, приятное дополнение такое, да? Ну, это плюшка пока что. Но эту плюшку вот надо внедрять, так сказать, в массу потихонечку. Я очень ценю этот формат и понимаю большую перспективу. Я просто знаю, что в специалистике есть диплом, наша программа на веб-дизайнеры. И туда входит фотошоп, веб-дистратор. Ну, из семян, понятно, первый курс. Рисунок первый курс. А потом вот как раз веб-дизайн. И не заберете. Угу. Угу. Шейти. Да, да, да. То есть и вопрос. Ты научился работать в иллюстраторе, а потом на веб-дизайнер веб-дизайне просто не успеваем. А на веб-дизайне мы используем фотошоп для работы. Иллюстратор я иногда там показываю, что там можно сделать. Ну, понимаете, когда группа приходит, там два человека знают иллюстратора, а 12 лет. Показать можно. Больше, на самом деле, для веб-дизайнера ин-дизайн актуален. Там не входит он туда, я не помню, в этот трек. Нет? Не входит, да? Нет. Ага. Нет. Из граф-программ. Вот. По большому счету здесь, конечно, ин-дизайн. Ну, тут наши по-своему планируют. У меня вопрос по поводу интернет-эксплора восьмого. Там есть какие-то библиотеки, которые полноценную поддержку СВГ? Чего-то я сильно не уверен в этом. Вы можете посмотреть, там СВГ-8, совместимость СВГ. Я встречал, там подключается какая-то скриптовая библиотека к нему, но не проверял в работе. Ну, я понял. Поэтому тут не думаю, что, как бы, будет очень хорошая идея полагаться на восьмой слор в этом отношении. Поэтому, ну, год-два, и восьмой слор будет позади, и все будет хорошо. Вот интересно, когда, то есть, наверное? Вот два. Вот два. До свидания. До свидания. Да, Windows 8, 10 сейчас наносу, да. Ага, Windows 10? Да, да. А это сразу 20? Нет, 10 всего лишь. Они решили всего лишь через один прыгнуть, не через 20. А Вы можете Вас попросить сговорить на один сайт? Мы там с Вами встретили несколько лет, если у Вас есть минуты. Вы мне перечите по электронной почте, вы читаете. И что мы сделаем потом по электронной почте? А так Вы просто взгляните и сейчас хотя бы на начало сделано. Нет, это надо более полноценно посмотреть. Хорошо? Вы есть вопросики. Сформируйте в электронной почте? Да. Сейчас это будет не то. Я просто тебе сказала, что в режиме мелочи... Нет, нет, на секунду это будет другой момент. Там есть такие тесты, но я чувствую, они к Вам не подойдут. Так что есть 5-second тест. Я хотел спросить, а Вам очень интересно, что сейчас это делается? Какие подходы к векторизации? Ой, Вы знаете, пока, по-моему, там ничего нового нету. Там все очень грустно, к сожалению. У меня всегда был простой вопрос. Почему они викторизуют, когда вектор переводят, плашками? Почему не используют ни градиенты, ни сетки, например, меньше так называемые? Ну, когда из растров вектор переводят, да. Почему используют чисто плашки, то есть равномерно окрашенные? Ну, плашки. Ну, то есть зеленые, красные и так далее. Ведь, по большому счету, можно было градиентами, например. Они могли просчитать градиенты и запрячивать. Казалось бы, да? Я не встречал такого решения одного. Казалось бы, да. Но даже я с Королусами общался, который знает лично того, кто пишет методы в сети векторизации. Я когда его спрашиваю, а чего так? Да чего? Может, через десять только идей в голову прийти, и никто ему не указ. Он там всегда сидит, сам себе режиссер работает. Так что у них свои планы. Это математики, у них свои задачи там, и, так сказать, у них, по-моему, другая цель. Не сделать мир красивее, а обеспечить себя работой. А это же вот, у вас идет, файл свг называется, я же разослал. Да, 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 свг.пд. Так, ну что, у нас вебинар тогда завершается. Я всем желаю всем успехов, и тогда до свидания. Всем все, завершаем.